Сегодня вообще очень знаменательный день, и я бы хотел обратить внимание всех земляков в том, что мы начинаем уже финальный отчет дней оставшихся до величайшего праздника до 70-летия побед советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я так специально называю эту дату, потому что именно так называется этот праздник. Именно такое событие свершилось 70 лет назад, 70 дней остаются. Мы сегодня здесь, в фойе киноконцертного зала «Пенза» открываем акцию областную 70-летию Великой Поведы, 70 дней творчества и благодарной памяти. И открываем очень интересной выставкой. Я приглашаю всех, кто неравнодушен к нашей истории, к истории нашего народа, кто гордится ей, кто ощущает себя патреоном нашей Родины, обязательно эту выставку посетить. Почему? Потому что выставка готовилась к музею на Поклонной горе. Вот Владимир Михайлович Кирханаджев был участником этого открытия, когда к дню города Пенза, к 350-летию Пензы, наши сотрудники Реведческого музея, администрации города подготовили вот такую замечательную выставку, и она экспонировалась на музее на Поклонной горе, и ее уже увидели, ну, скажем так, многие сотни тысяч людей с всего мира. А мы были такой возможности дышаны. Теперь, после яркого открытия, которое мы постараемся сделать ярким и интересным для молодежи, наша задача, чтобы на эту выставку приходило как можно больше молодых пензенцев, которые должны сами видеть роль Пензы, роль нашей земли, роль своих прадедов, уже прадедов и прапрадедов в свершении величайшей победы. А нам есть чем гордиться. И человеком, которым и я, и все мы как раз безмерно гордимся, я очень счастлив, что на открытии выставки при сусу Владимира Михайловича Карханаджев, которому я с удовольствием и передаю вам. Владимир Михайлович, насколько вот важно, как вы считаете, чтобы Владимир Владимирович? Куда посмотрите? Это очень важно и доброе дело делается. Особенно это касается наших подрастающих поколений. Наша молодежь должна также гордиться победой, как их прадеды, деды, их родители. Поэтому все эти мероприятия, особенно вот это, и действительно, смотрите, 70 лет до 70, 70 дней до 70 лет победы советского народа великая деда Советского народа. Это очень, 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 очень умно сделано и делается очень хорошо. Имеет большой воспитательный характер, особенно в отношении нашей молодежи. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кровати тайно, ты слезду утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу не прижаться сейчас с дубами. Темная ночь растеряет любимая нас, И тревожная черная степь пролегла между нами. Сегодня в преддверии самого светлого и объединяющего всех нас праздников, в учреждениях культуры Пензенской области начинается акция 70-летия Великой Победы «70 дней творчества и благодарной памяти». Сегодня мы с вами, дорогие друзья, присутствуем на первом мероприятии этой акции открытие фото-выставки «Поклонимся Великим тем годам» Пензенская область Победы. На самом деле, давайте посмотрим, 70 дней осталось до величайшего праздника нашего народа, нашего советского народа, нашего российского народа, 70-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 70 лет – это уже огромный пласт времени, когда многие поколения прожили свою жизнь без войны. И вдруг сложилось так, что накануне 70-летия так все происходит в мире, обстановка настолько усложнилась политической, что вот эти локальные войны стали происходить буквально на границах нашей Родины. И вдруг так получилось, что гидрофашизм, который, казалось бы, раздавили на Нюрнбергском процессе, окончательно и бесповоротно отросли новые головы, и они вот так агрессивно, огнем и злобой полыхают во многих бывших наших братских союзных республиках. И каково это – ощущать и узнать об этом ветеранам, которые отдали свои жизни, которые своей жизнью, своим подвигом сохранили для нас нашу страну. Владимир Михайлович Каханаджук, легенда наша, представитель Совета ветеранов городского, активный участник Великой Отечественной войны. Сколько десятков его товарищей жизнями сотен заплатили за это, и вдруг происходит так. Поэтому мы сегодня, вот каждый день, оставшись до 70-летия Великой Победы, должны каждый день, если хотите, громко кричать о величии нашей Победы. Для чего? Да только лишь для того, чтобы вы, молодое поколение, узнали, осознали, прониклись и прочувствовали, что ваши прадеды свершили небывалый подвиг. Они отстояли свободу и независимость нашей Родины. Они создали возможность нам, вот детям послевоенных, лет, и вам, детям, которые растут сейчас, в 21 веке, жить в России, в самостоятельной, великой, красивой, самой лучшей в мире стране. Только благодаря этому. А чтобы это понять и прочувствовать, прочувствовать себя частью великого русского, великого российского народа. Величайшего из всех народов, которому за его историю многострадальную выпало столько тяжких испытаний, что хватило бы, пожалуй, на все остальные народы мира вместе взятые с лихвой. А это все пришлось переносить нам, разным поколениям наших земляков. Они смогли сделать это. Сможем мы сохранить Россию великой страной? Все это зависит теперь уже от вас. А от нас только, от взрослых, зависит то, что мы должны интересно, доступно и привлекательно для вас показать и рассказать об этом подвиге. Показать и рассказать об этой истории. 300 тысяч пензиков ушли на фронт, около 200 не вернулись с него. Вы поймите, какие страшные цифры. 260 героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы. Многие союзные республики имели по 50, по 60 героев Пензской области. Есть чем гордиться. Но главное, чем гордиться? Патриотизм – это осознанная любовь и осознанная гордость за свою страну, за свой народ. Вот давайте, чтобы гордиться, узнаем, как свершалась Великая Победа на фронте и в тылу. Проникнемся гордостью за этого и спросим себе, и скажем себе, не спрашивай, что Родина сделала для тебя. Спрашивай себя каждый день, что ты сделал для величия своей Родины России. Вот тогда мы будем достойными ее гражданами. Я рад, что вы присутствуете на открытии этой выставки. Хочу попросить вас и пожелать вам, чтобы вы, будучи, скажем так, уже волонтерами этой выставки, рассказывали о ней, рассказывайте о ней в сети интернета, рассказывайте о ней своим сверстникам, своим друзьям. Приходите сюда. Мы все время ждем сюда наше молодое поколение для того, чтобы они приобщались к истории великого подвига наших отцов, ваших дедов и прадедов. Спасибо, что вы разделяете с нами это радостное событие. 70-летие Победы, 70 дней творчества и благодарные памяти. Победы, 70 дней творчества и благодарные памяти. Эта песня появилась где-то в конце марта, начале апреля 45-го года. И после того, как 28-го апреля наши войска жили в Берлине, мы все так и повторяли, «Эх, как бы дожить быть, но свадьбы женились!» И, к счастью, мы в мае 45-го года дожили. Я вас искренне поздравляю с сегодняшним прекрасным мероприятием, которое проводится за 70 дней до 70-летия Победы Советского народа Великой Отечественной войны. Это отличные мероприятия. Те мероприятия, посвященные 70-летию Победы Советского народа Великой Отечественной войны, которые проводят управление культурой области, управление культурой города, нас, оставшихся живых. А по состоянию на сегодняшний день, уважаемые друзья, в нашем городе 851 участник Великой Отечественной войны. Почти всем им за 90. Из них почти 400 человек просто живут по состоянию здоровья. Возраст за 95-96. Поэтому я от имени всех и павших и ныне здравствуйте участников войны в низкой клаве перед управлением культурой области, управлением культурой города нашего. Перед вами, молодежь, то помните, вы не являетесь Иванами непомнящими, помните и принимайте самое активное участие в торжествах этой славной победе Советского народа Великой Отечественной войны. Желаю вам счастья, здоровья и никогда, что вы не пережили то, что пережили ваши прадеды, прабабушки. Честь век! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ